Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Я сегодня к вам еще с одной подборочкой летних ароматов, которые ношу, продолжаю носить. И в прохладные дни у нас то плюс 15, и в жару то плюс 45 у нас вообще что-то с чем-то этим летом. Я так смотрю во многих регионах, что-то странное творится. Это коллекция большая, хочется уделить время каждому любимому парфюмчику. Так что, если интересно послушать о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, прежде чем начнем, я хочу всех поблагодарить еще раз за то, что вы поддерживаете меня в игре «Восьмое чувство», «Четвертый сезон». Я прошла в третий тур, сама того не ожидая. Господи, я с первого тура думала, вылечу. Четвертый как-то вот прохожу и прохожу. Причем я сама поражаюсь, как все это происходит этим слепым затестом. То есть то, что у меня есть в парфюмерном гардеробе, я не узнаю. То, что у меня нет, я почему-то эти ароматы знаю. Как это работает, до сей поры для меня загадка. Что в первом туре у меня не было, я уже говорила, «Дольче Габбана Лайт Блю», я никогда его не носила, я его угадала. А там «Фэм» от «Лакост» «Фурфэм» тоже никогда не носила, не было, угадала. А то, что у меня «Либро» и «Сен-Лоран» стоит, вообще в помине даже никак ничего. Так и в этот раз. Первые молекулы, не эсцентрик, не просто молекулы у меня никогда не было. У меня только коллега всегда пользуется. У нас все стены на работе пропахли этим ароматом. Я его каким-то образом услыхала. Там на третий аромат, по-моему, там «Байреда Бланш», и то предположила, что это он, хотя единожды, единожды я его тестировала. Это вообще не мое направление, вот эти ароматы порошковости. Предположила, что это он. А Мас Кашмир, который пробник сношен, полноразмер куплен, нравится, красивый все. Я его не узнала. Как такое, как это работает? Ну, я еще раз могу повториться. Я же не хожу со своим ароматом с блотером 24 на 7. Я его ношу на себе. Я проживаю с ним жизнь. Он у меня на коже. И действительно, особенно вот Мас Кашмир, он раскрывается на коже. Потому что сколько я его тестировала в магазине с блотера, понюхала, вообще положила, пошла. Даже пока не появился пробник, пока не начала его носить, пока я не почувствовала вот этот прохладный мускус. Сначала. Потом в жару он открывается кремовым мускусом. Появляются вот эти вот цветы гордении. Это совсем разные вещи. Потом ты сидишь перед камерой. У тебя время ограничено. Ну, вроде как не ограничено, но ты же не будешь 60 минут ждать там раскрытия этой базы, себя всего обрызгать. Ну, кто-то и делает, помечает там вот эти циферки на себе. Ну, это вообще не информативно. Когда ты, извините, покупаешь аромат, ты читаешь про него отзывы, ты смотришь фрагрантику других блогеров, что они говорят, на что похоже. Если покупаешь слепую, прочитав пирамиду, ты также разгадываешь, слышишь ли эти нотки. Бывает, что фрагрантика вообще совершенно разная пишет, с твоим ощущением не совпадает. Думаешь, господи, откуда там все это написано. Поэтому, ребят, не относитесь вы так серьезно. Вот я читала именно на сайте Рандеву, Телеграм, как там зрители пишут, господи, там целые баталии. Вы что так серьезно к этой игре относитесь? Мы никто здесь не парфюмеры. Я же не говорю, что я какой-то эксперт, что я тут свои ароматы, вы знаете, у меня тут химическая лаборатория, я их тут на молекулы раскладываю. Да нет же, я такой же обыкновенный пользователь, как говорится, духов, ароматов, такой же, как и вы. Просто у меня их побольше. И раз уж я себя позиционирую, как парфюмерный блогер, мне хочется, естественно, и вас знакомить с новыми ароматами. И сама я с ними знакомлюсь. Да, хорошо, когда у кого-то альфакторная память там прям феноменальная. То есть аромат узнал, сразу же вспомнил там всю эту пирамиду, все это рассказал, и даже вот с блотеров там чуют свой парфюм прекрасно. У меня такой памяти, к сожалению, нет. Я говорю именно то, что я ощущаю в данный момент. А тут может сыграть и погодные условия. Погода у нас нынче. Я говорю, когда вот, кстати, по-моему, оба тура я снимала, у нас было за 30. Там, я говорю, закрываешь все, открываешь какое-то окошечко, дышать нечем, все эти ароматы, все. Понятное дело, что тут я оправдываюсь? Да я и не оправдываюсь. Я просто говорю, не относитесь к этому серьезно. Это игра. Это просто мы развлекаемся. Да, мы каким-то образом и тренируем свои рецепторы. Что ты там услышишь? Это очень интересно. Это реально слепые затесты. Просто я говорю, там такие баталии. А вот они там себя там позиционируют. Там суперблогеры, а сами ничего не знают. Так вы попробуйте дома, дорогие мои. Если у вас стоит 2-3 парфюма, конечно, вы их там наизусть знаете. Вы с утра до вечера с ними. Я хожу, чтобы вам что-то рассказать, да, чтобы и себе какие-то новые впечатления. Я говорю, я на работу нанесла на себя одно, у меня на запястье другое, на локтевом сгибе третье. Я говорю, меня иной раз спрашивают, чем от тебя пахнет. Я даже не могу сказать, чем от меня пахнет. Я не помню, чем я брызгалась. Ну, такие мы люди парфюмлеченные. То есть, если что-то угадываем, ну, здорово, классно, кто действительно все ароматы. Там одна девочка вообще просто все ароматы. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, она просто этот бокс, наверное, тестировала. И вполне возможно. Не могу судить. Прекрасно, классно, здорово. Угадала, распознала. Супер-пупер. Я, между прочим, ко всем в Телеграм зашла. Чьи-то ролики, может быть, я и не посмотрела, но это действительно очень сложно. Я всегда захожу, всех оцениваю, всем ставлю пальчик вверх или сердечко. Это просто действительно, ну, такое участие, это сложно. Это действительно сложно. Попробуйте кто-нибудь из вас, да, вот там, соберитесь в компании, все принесите там свои духи и вслепую поугадывайте. Посмотрим, что вы там распознаете. Тем более, я говорю, у нас коллекции вот такие вот огромные. Ну, мы вас, как говорится, знакомим с новеньким, как говорится, преграждая то, чтобы вы купили себе что-то ненужненькое. Сами знакомимся. В общем, не относитесь серьезно к этой игре. Я в первом своем сезоне, когда участвовала, конечно, я там очень сильно волновалась. Для меня это было первый раз. И тоже там был, по-моему, Том Форд. Не Том Форд, а Макс Филипп Черри. И то я никогда не тестировала ни Том Форд, ни Макс Филипп. То есть я просто прекрасно понимала по описанию, что там вишня красивая, там с вишневой косточкой. То есть только предположила, что это либо Том Форд, либо какие-то похожие на него ароматы. Ни разу, как говорится, не обоняв этот парфюм, в принципе. Поэтому я говорю, слепые затесты, это очень интересно, классно. Играем дальше. Так что посмотрим, что у нас там будет в третьем туре. Что нам рандевушечки предложат. В этот раз, конечно, они затянули великолепную игру. Ну, поиграем, что нам. Давайте к ароматикам уже я заболталась с вами. В общем, летняя такая подборочка. Ароматов много, потому что, ну, действительно, хочется все поносить. Я начну с первого. Это у меня называется Tutti Coco от Arna Suorl. В общем, я подпишу, я не знаю эти названия, никогда не вышепчу. Это, ребята, вот такая парфюмка, я скажу, что вот прям летняя, отпускная. Я люблю его после душа наносить. Здесь кокос и, возможно, цветы тиаре, потому что все кремово, все нежно. Действительно относит тебя на пляж, на побережье моря, где после загара ты наносишь на себя крем или, наоборот, ты загорал с кремом кожу, вот это разогретое. Вот это кокосовый кремушек, вот это цветочная сладость. Такой он нежный, такая прелесть. Совершенно бюджетнейшая штучка. Ребята, присмотритесь. Чем-то она мне напоминает терракоту от Guerlain. И действительно, есть у них схожесть. То есть я покупала в свое время рублей за 500. Посмотрите, присмотритесь. Я думаю, что тоже недорого совершенно можно приобрести. Вообще классная-классная такая вот оливашечка. Особенно после душа. И называют, ну вот аромат, грубо говоря, без аромата. Как будто это ваша кожа пахнет вот этим вот кремом, разогретым на солнце телом. Ну, вообще приятнейшая парфюмка, совершенно бюджетная, классная. Присмотритесь к этому аромату. Следующий парфюм, который носила, ношу. Ну, это мой аромат удивления. Я недавно совершенно его приобрела. Это задик и вальтертизис Ас. По-моему, называется как-то так. Здесь покупала его практически вслепую. И боялась, что здесь будет рассольный сандал. И здесь он есть. Именно рассольчик я здесь и ощущаю. Но этот рассол меня не напрягает. То есть на мне он какое-то время, потом он уходит и превращается в какую-то такую сладковато-свежую ноточку. Здесь и ваниль, и легкие древесные аккорды. Он совершенно не напряжный, но в то же время стойкий и шлейфовый. Комплименты на него получаю. Уже несколько раз на мне его отметили. Прекрасный аромат. Кстати говоря, поставила мужу. Вдвоем с ним носим. Классная-преклассная штучка. Пока еще есть эти ароматы. Дорогие мои, присмотритесь. Я его покупала, по-моему, на скидках в Литуаль. Не знаю, есть ли сейчас они, скидки на эти парфюмы. Но я заходила, вы знаете, в интернет-магазин. По-моему, This is her. Прародитель аромата. Вообще из оффлайн-магазинов исчез. А в интернет-магазинах стоит что-то около 20 тысяч за сотку. This is her. Представляете, что? То есть, если эти ароматы на скидках, как бы не сняли, потом за 20 тысяч будем догонять. Так что, если что, присмотритесь к этой парфюмочке. Пока еще по приятной денежке. Можно его приобрести. Можно, если нет на скидках в Литуаль, загляните на рандеву. Там и снятости, и, как говорится, любые ароматы можно найти. По приемлемым ценам. Плюс промокодик мой на 10% скидки при заказе от 2,5 тысяч рублей. Небольшая скидочка. Вам приятно. И мне очень приятно, что вы пользуетесь моим промокодом. Магазин присылает мне на обзор ароматы. И мы знакомимся вместе с вами с новыми парфюмками. Ну, а денежек, если не хватает, как всегда, можно заказать аромат и купить его в рассрочку. Рассчитаться за 4 раза. Очень классная опция. Она меня скоро разорит. Следующий аромат, дорогие мои, это у меня Йоджи Йомомото. По-моему, это так, что-то Love Story Йоджи. В общем, какая-то... В общем, я подпишу, да. Her Love Story. Я говорю, ну нет, это до меня бесполезно. Я говорю, сколько я читаю, сколько у меня прослушиваю, как названия эти. Все, только села снимать, у меня все это вылетает от головы. Ну, бесполезно, ребята. Ну, память как у рыбки. Ну, что я могу поделать? Я говорю, особенно после ковида у меня вообще что-то это все усугубилось. Я вроде бы и витаминки пью, и читаю, и стараюсь память тренировать, что-то там наизусть чуть-чуть, бесполезно, бесполезно. Ну и что, мои дорогие? Кстати говоря, тоже девчонки многие показывали, что на скидках в лету, по-моему, урвали, все собрали, выкупили все эти ароматы. Я перед видео как раз зашла на рандеву, посмотрела, эти парфюмки еще есть. По приятным ценам, там что-то в районе 3000 рублей можно прикупить. Классный аромат. С виноградом, с легкой перчинкой. Здесь и свежесть цитрусов. Но, дорогие мои, кажется, как будто это легкотня. А кто-то даже... Ой, волосинка от собачки или кошечки. Кто-то скажет, что это легкотня, фу, поливашка. Ребят, поливашка поливашкой. Но в сильную жару эта поливашечка-то может и поддушить. Кто-то его сравнивает, по-моему, с Шанель Шанс О'Фрэш. Я, если честно, не знаю, как пахнет Шанель Шанс О'Фрэш. Я не любитель Шанели. Но это парфюмка от Йоджи Мамото. Вообще японская, прекрасная, великолепная. Знаете, достойный аромат. За небольшие денежки. Если еще по скидкам урвете где-то, просто прелесть брать и бежать. Классные ароматы на повседнев, на каждый день. Просто прелесть и красота. Следующий аромат, который я достала и решила поносить в теплую погоду. Господи, сейчас протру опять флакон. Опять скажут мне, флаконы залапаны. Но я протираю их. Но пока я вот это вот кручу, верчу в руках, они опять залапываются. Ну, ну, как, как, как вот это вот все тут мне сделать? Это, ребята, у меня каджал, алмаз. Что могу сказать? Приобрела его зимой. По-моему, зимой. В прохладное время года. Какой он яркий, какой он звонкий. И в тепло, я вам скажу, прям в жару его наносила. Совершенно он меня не напрек. Как он сладко звучит. Как он вкусненько звучит. Здесь какие-то и молочно-кремовые, какие-то как будто немножко йогуртовые оттеночки. Такая прелесть. Здесь экзотические фрукты. И малинка, и ваниль. Ну, все прелестно. Но совершенно деликатно. Шлифит хорошо. Правда, в жару он продержался на мне, ну, часа три, наверное. Четыре от силы. До этого достаточно. Просто каджал. Такая флаконища. Это просто произведение искусства. Каджал, алмаз. Классно, что я приобрела. Я говорю, тут на один флакон тут не насмотришься. Просто шедевр, шедевр. И аромат просто божественный. Просто прелесть. Вообще красота, красота. Сейчас летом в самую жару, дорогие мои, очень-очень зашел. Ну и что, следующий аромат. Это у меня Босс от ФМ, от Хьюго Босс. Это прелесть. Это пудровые персики с легким вкраплением альдегидов. То есть, вроде бы, и персиковая пудра, а в то же время и свежесть с белыми цветами. Все это альдегидиками немножко разбавлено для вот этой вот такой вот немножко колкости, свежести. Классная поливашка. Вроде бы какой-то он такой простой, но с какой-то изюминкой. Какой-то он все-таки меня вот относит к деловому такому стилю. Этот парфюм, я говорю, прекрасная, прекрасная парфюмочка на лето. Сейчас супердело пудровый, персиковый. Чуть-чуть колки от альдегидов. Присмотритесь, тоже прекрасная цена, недорогой, обалденный аромат. Следующую парфюмочку, которую я достала, ну, это у меня от Шанель Габриэль Эссенс. Ой, что вам могу сказать? Знаете, ну, что-то может быть, да, вот знаю, что это Шанель, скажу, что это Шанель. А так, при слепом затесте, я бы сказала бы, что, ну, ничего Шанельевского здесь нет. Он не, для меня ароматы Шанель какие-то все-таки более такие строгие, более такие собранные для таких уверенных в себе женщин. И это поливашечка, цветочки, фруктики сладенькие. Такое все весело, задорно, такое на 2-3 часа. Я вот надолго его от себя не слышу. Просто цветочно-фруктовая прелесть. Ну, вот не в духе Шанель, и слава богу, я говорю, у меня Шанель как-то не заладилась, не особо-то я люблю эти ароматы. Мне единственное, что еще нравится, это из бутиковой линейки Шанель, Шанель Леон. Хотя я его в свое время хайла, не понимала, что это там вообще за покрышки резина и все прочее. А сейчас я бы, конечно бы, да, у меня отливантиков несколько есть по миллилитру Сента, и я вот там для себя наношу прелесть прелестная, потому что, ну, Леон этот стоит, и сейчас где-то его достанешь. Прелестная Габриэлечка Эссенс, цветочно-фруктовая поливашечка на лето. Милость, милость и благость, присмотритесь, если, как говорится, цена не кусочная. Но я в свое время на барахолке остаточек у девочки взяла, так что можно присмотреться барахолок, навалом, там уж точно по приятной цене можно прикупить. Следующий аромат, дорогие мои, это у меня Эс Оливер Супер Рио. Что могу сказать, тоже бюджетнейшая композиция. Это колкая пудра, это пудра холодная, пудра белоцветочная, со свежестью в парфюме. Здесь присутствуют свежие нотки, вполне возможно здесь какие-то водные ноточки, либо водные цветы, там может быть лотос, лилия, что-то здесь такое. Колкая пудра, прохладная, на прохладный вечерок летом, потому что в жару эта пудровость может немножечко придушить. Тоже достала сейчас летом, наношу приятная приятность. Тоже в свое время, я не знаю сколько, кстати, он сейчас стоит, но по-моему Эс Оливер бюджетненькие ароматики, присмотритесь к ним. Но я в свое время покупала у нас в Марафет магазин, что-то вообще, что-то рублей за 700. Классная-классная поливашка, по-моему это у меня 50 миллилитриков. Тоже супер дело, сейчас на лето достала на шоу. Следующий аромат от моего любимейших, от одного из любимейших брендов Лан Ван, аромат Нерри Ми. Что могу сказать? Это очень похожая композиция на Труссарде Донна, на еще один мой любимый аромат от любимейшего бренда. Но здесь все-таки больше свежести, то есть доночка для меня более кремовые белые цветы, тоже с цитрусовыми нотками. Здесь больше свежести, больше воздуха, больше такой яркости, сочности, такой прям взрывной аромат. Классный, бело-цветочный, цитрусовый, тоже прелесть, прелестная, тоже вообще смешные, скажем так, по нынешним временам денежки. Можно прикупить целую соточку. Ой, балдю-балдю, обожаю Лан Ван, вот ношу сейчас, как говорится, люблю доночку, но выбор пал на этот аромат, тоже надо поносить его обязательно. Следующий мой аромат, ну это недавно появившаяся у меня парфюмка от Arman Basi, Blossom Passion. Ой, меня девчонки научили, представляете, то есть если закрыть его плотно, ты вот эту крышку фиг откроешь. А если повернуть чуть-чуть, то есть вообще, как вот, представляете, век живи, век учись. Вот хорошо девчонки подсказали, я вот это вот рву, думаю, сейчас я завальцовку все это оторву. А ты вот так повернул, и она, а варчик просто открывался. Какой он балагостный, боже. Ребята, свежесть яблочка, сладость манго, кислинка ревня, все это немножко сладостью шоколада, припудрено, скажем так, он запудривается. Но шоколад его не делает приторным, он, там, по-моему, белый шоколад заявлен, он делает его кремово, немножко, не молочным, а именно, как объяснить, кремово может быть даже йогуртовым. Такой классный, и свежесть, и сладость, он и яркий, и в то же время деликатный. Как он красиво, дорогие мои, сидит на коже. Присмотритесь, супер бюджетная штука. Вообще покорил меня этот аромат, я просто, я с него несколько дней не выплывала, прям, ношу-ношу, ой, это, это отпад. Это вот эта вот кислиночка, и ревня, и яблочко, и все, и вот это со сладостью, вроде как бы и ванильный сладкий, но в то же время он просто деликатный, никого не напрягает. Слушайте, эта муха сегодня залетела, я ее так и не смогла поймать, заразу такую. Присмотритесь, присмотритесь. Я вообще, я говорю, дорогие мои, не люблю озвучивать цены, потому что мне потом начинается в комментариях, ааа, сказала, столько, а стоит он у столько. Ну, блин, я его брала, он не вышел, вообще сотка в районе трех тысяч. Когда, там, меньше, по-моему, даже трех тысяч получится. Когда я выпустила видео, он там, цена у него подлетела. Мониторьте на сайтах, интернет-магазинах так. Сейчас цена пять тысяч, через десять минут зайдете, будет стоить две с половиной. Как у них там все это меняется? Мониторьте, мониторьте, можно поймать по классной цене. Арман Баси, и так, в принципе, бюджетный бренд, бюджетные ароматы, очень-очень классненько. Присмотритесь. Классная парфюмка. Следующий аромат, дорогие мои, который досталось сейчас летом, это у меня Те Вуд Коллекшн, по-моему. Аромат называется Блум. Это закос под Делина, парфюм де Марли. Ой, господи, окно открыто, собачки. Ну, действительно, насколько я помню, у меня от Ливантика Делины был давным-давно, но мне кажется, они очень похожи. Это кисло-сладкая фруктовая роза. Здесь все так громко, все так напористо. Но в то же время, знаете, мускуса здесь не пожалели, но этот мускус меня не душит. И летом, что самое интересное, он не сильно-то, как говорится, и проявлялся. Почему-то зимой мускус мне как-то более такой островатый в этом аромате был. Сейчас летом прекраснейшая, такая, я говорю, и кисленькая, и сладненькая, и цветочная композиция, и роза здесь хорошо слышна. И сам флакон, дорогие мои, цену не смотрела. Присмотритесь, по-моему, по приятной цене. Очень вообще хороший закос на Делина. Красота красотой, присмотритесь, тоже классная штучка. Я сейчас летом вот с удовольствием его на себя надевала. Следующий аромат, ну, это у меня черри от Макс Филипп. Ой, это вишенка. Вишенка задорная, тоже кисло-сладкая. Здесь и косточка вишенки, и миндальные лепесточки, и древесные аккорды. Все так мило, здорово. Вишня просто великолепная. Я бы не сказала, что прям она свежая. Свежая эта вишня, ну, как будто бы из компота. Но все равно она красивая. Здесь и сладости, и кислиночка. Тоже все умеренно, все грамотно сделано, подобрано. Прекраснейшая композиция. Летом на одежде он у меня до стирки. С кожи, наверное, часа 4-5 я точно его слышала. Причем в самую жару не душил. Больше от себя слышу все-таки вишневую косточку с миндальными лепесточками. Ну, прелесть прелестная. Тоже по приятным денежкам покупала. Макс Филипп, по-моему, тоже нишевый достойный бренд. Делают закосы на многие ароматы. Тоже присмотритесь, хорошая штучка. Ну и новая парфюмка. Но она у меня уже не новая. Она у меня уже давненько. Я ее брала себе, но у меня ее отобрал муж. Это у меня Swiss Arabian. Аромат называется Шага. У меня уже третий аромат в таком исполнении. У меня же есть белый флакончик, есть желтый флакончик полностью, как вот крышка. И сейчас вот прозрачный флакон. Дорогие мои, на фрагрантике, по-моему, 2 или 3 отзыва. Господи, боже мой, почитайте, обхохочетесь. Там в этом аромате слышат мочу. Как? Кто? Каким образом вообще? Откуда у людей такая больная фантазия? Ну я не знаю, мне кажется, даже если бы я ее услышала, ну вряд ли бы я написала бы на фрагрантике такое. Представляете, человек почитает, но и ты правда же начинаешь себе вот это вот позиционировать, что там вот есть вот какая-то такая вот бяка. На самом деле нет, ребят. Я вам зачитаю пирамиду. Здесь лайм, лимон, яблоко, пролине, пион, мускус и кедр. И что могу сказать? Действительно, здесь свежесть яблочка. Сейчас его даже распылю. Вот это вот свежее яблоко. С этим чуть кисловато-горьковатым цитрусом. Плюс пролине вот эти кислые эти нотки скрадывает. Легкая такая сладиночка появляется в нем. Мускуса выносящего мозги нет. Шикарная композиция на лето. Я говорю, у меня муж попробовал. Раз сладость вообще не слепательная. То есть слово пролине это ни о чем не говорит. Он просто вот этот вот моментик сладости, он скрадывает вот эти вот кислый лимончик, зелененькое яблочко. Чуть-чуть округляет эту композицию, делает ее такой вот нежной, приятной. Да, не скажу, что суперстойка. Но вот этот такой вот чуть-чуть облачко, флер вокруг вас, вот этой вот свежести, чуть-чуть сладости. Я говорю, мускуса вообще здесь нет, хотя он заявлен. Я его здесь не слышу, насколько я к мускусам сейчас просто реагирую на малейшее его вкрапление. Я бы даже, мне кажется, слепым за тесте не сказала бы, что... Ну нет, да, есть мускусные ноточки, но они здесь чисто для, скажем так, закрепления композиции и для стойкости. Потому что аромат свежести, аромат такой сочности. Хочется, конечно, чтобы он сидел подольше, но на пару-тройку часиков он задержится на вашей коже. Присмотритесь, тоже совершенно бюджетнейшая парфюмка. Стопроцентный унисекс, вдвоем с мужем носим и улыбаемся. Но он у меня отобрал, в основном он сейчас от лета им поливается. Как говорится, у меня этого добра тоже навалом. Так что, дорогие мои, вот такая у меня сегодня подборочка моих летних ароматов. Я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся скоро. До новых встреч! Пока-пока!